Чувствуешь себя лягушкой. Помните сказку такую, которая потихонечку воду нагревает, нагревает, и лягушка не заметила, как ее сварили. Вот реально абсолютно такая ситуация. Дмитрий и Майкл Настя Чусовой приехали в штат Миннесота три года назад из Москвы. Здесь же и зарегистрировали свой брак. Майкл по образованию экономист, Дмитрий учитель биологии. Но в школе ему поработать не пришлось. Как раз в 90-е начались, и пришлось идти работать на рынок. Казалось, трудности позади. Однако в последние годы в России стали происходить изменения, которые повлияли на их жизнь и жизнь других представителей ЛГБТ-сообщества. Даже в 90-е как-то все было гораздо проще. То есть все все знали. Никогда ничего не обсуждалось, но все все знали. Соседи, там в деревне подача. Три года назад, получив приглашение на день рождения своей подруги из Америки, они приехали в Миннеаполис. Отметить день рождения, рассказываем, как у нас жизнь. Рассказываем, вот, ты представляешь, там законы принимаются. Ну мы же, ну как, привыкли же. Я сказал, все, ребята, я вас не пущу. Он говорит, я вам найду адвоката и все. Так и осталась теперь уже семья в северном штате Миннесота. Поначалу жили у друзей, было не просто с работой. Пришлось и водителями поработать, и на автозаправках. Но бесконечные поиски увенчались успехом. Майкл нашел работу, появилась возможность купить дом. Хотя банки, как правило, не дают суду тем, у кого нет еще кредитной истории, но друзья подсказали, как найти выход. Есть такая программа, контракт фудит называется. Это такое частное кредитование. То есть владелец дома тебе оформляет документы, переоформляет на тебя, и ты платишь этому человеку проценты. То есть как будто этот человек тебя кредитует. Многочисленные друзья с удовольствием помогали обставить дом, и в семье появилась Корги Марфа. Веселая, озорная, всеобщая любимица и внимательный наблюдатель за работой Димы. А он, наконец, стал делать то, что всегда любил – готовить. Я любил готовить. Да, и мама говорит, вот, Митька, почему я тебя не отдала в кулинарный техникум? Многие эмигранты жалуются на отсутствие в США привычных продуктов. И майонез не тот, и помидоры не пахнут, и черный хлеб днем с огнем не найти. Ну и, соответственно, куда мы ездили за сгущёнкой? Ну, естественно, в русский магазин. Изучив спрос, Дима решил создать сайт «Моя простая еда». Это путеводитель по магазинам в помощь кулинарам из русскоязычных американцев. Ну, допустим, роличный суп с фасолью. Где взять рульку? Я пошёл в магазин, нет рульки. Ну, нет, есть сырые рульки. В итоге я понял, что можно прекрасно делать то, что здесь называется хэм – ветчина на кости. Ветчина обрезается, кость варится, и получается отличный суп из рульки. В рождественские праздники Дмитрий сделал торт «Птичье молоко». Пробный образец оказался настолько вкусным, что заказы посыпались от друзей, соседей, незнакомых людей. Теперь зефир, пирожные и даже пастила готовятся на этой кухне. Эта семья уже вполне чувствует себя как дома. Много путешествует, изучая новую страну. Делится своими открытиями в соцсетях, рассказывая обо всём, что им самим интересно. Они чувствуют себя, наконец, в полной безопасности. И строят планы на будущее. Только вот новости из России не радуют. Мы смотрим, что происходит. Друзья пишут. Тут буквально на днях убили очередного друга. Прямо-то реально убили в Москве. Нашли в квартире. Там никак, там нельзя. Ну, просто нельзя, реально. Потому что, ну, там печальная история. Со всеми тем, с угрозами, вот это всё. Вот, короче, мы просто не можем. Потому что с каждым днём всё хуже и хуже. На сайте вместе с рецептами и советами парни часто вместе пишут маленькие жизненные истории. Планируют сделать сайт на английском языке. И, возможно, когда-нибудь в этом городе появится булочная или кафе, где в меню будут знакомые блюда из России, в которой не нашлось места семье Дмитрия и Майкла. Светлана Прудовская, Сергей Соколов. Настоящее время Америка. Миннеаприс.